Ух, сегодня такой день, который оставит отметку на всю последующую мою жизнь именно в прямом смысле слова, потому что я сегодня еду делать татуировку. И смысл этого видео в том, что я хочу просто для себя запечатлеть это событие, потому что если просто хранить фотографии на компьютере или какие-то видео, то в принципе практически никогда их не пересматриваешь, только когда какое-то событие случается или может кто-то в гости приходит и показываешь эти фотографии. А все, что на YouTube, мне периодически нравится открывать старые видео, смотреть и вспоминать то, что происходило в те моменты, поэтому если вам интересно сегодня разделить этот день со мной, то, конечно, продолжайте смотреть. Если же нет, то все окей, можете это видео выключать, следующее 100% будет какое-то бьюти-видео, но если же вы решили остаться, спасибо, мне очень приятно. Так что, погнали! Моя группа поддержки на сегодня! Мы будем здесь поддержать, чтобы Ира не упала в омборок. Да, это важно. Это я морально готовлю. Не, не будет, не будет, очень высокий болевой порог. Проверим заодно! Мы уже опаздываем. Да, все, пошли! ПОТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Ну, где-то 5 часов именно активного такого сеанса было. Вот с этой стороны, вы видите, уже, в принципе, листики готовы, но еще фона нет. А с этой стороны уже, в принципе, практически все готово. Ну, то есть где-то, наверное, процентов 95, наверное, уже готово. Итак, сегодня у нас сеанс номер 3. Я сейчас буду очень быстро, потому что мы очень сильно опаздываем. Короче, сегодня четвертый сеанс уже татуировки. И я надеюсь, что это последний, потому что я уже очень устала от того, что рука постоянно томодана, не покупаешь. Ну, короче говоря, это куча неудобств, вот я вам скажу, сейчас как все выглядит. А нам сегодня осталось забить фон. Ладно, в общем-то, погнали. Так, я решила прервать процесс повествования. Потому что я поняла, что для вас по ту сторону экрана один сеанс от другого чисто визуально особо ничем не отличается. То есть, да, где-то видно, что мы работали над листами, где-то видно, что мы работали над фоном, где-то видно, какие-то отдельные элементы прорисовались. Но, по сути, я пересмотрела отснятый материал, и я поняла, что очень много повторяющихся моментов. Вообще, я рассчитывала на то, что я ее сделаю гораздо быстрее. И начала я ее делать, как вы помните, еще в июне, то есть в конце июня, а сейчас уже ноябрь. Поэтому для многих из вас наличие у меня татуировки это вообще никакая не новость, и многие из вас уже к этому факту привыкли. И, конечно же, за эти 4 месяца я уже получила достаточно много как вопросов, так и комментариев по поводу татуировки. И я решила, что будет логичным ответить на некоторые утверждения, некоторые вопросы, потому что я уверена, что они будут повторяться и под этим видео. Поэтому я решила таким образом попытаться опередить события и на главные вещи поотвечать. Вообще, изначально моя задумка заключалась в том, что я хотела листы плюща, которые бы обвивали все мое предплечье. И в промежутке между этими листами я хотела нанести какие-то важные или значимые события моей жизни. Вы наверняка все замечали один только элемент, который находится вот здесь, потому что он на самом видном месте. Но здесь их несколько. И я не хочу сейчас вдаваться в подробности, что лично я вкладываю в символизм листов плюща и всех этих элементов. Некоторые элементы очень очевидны, вы сами поймете, что они, собственно, означают. А некоторые для вас так и останутся, скорее всего, непонятными. Но, как бы там ни было, все эти элементы это что-то очень важное для меня. Вы знаете, за окном вроде 2018 год, но, к моему удивлению, таких комментариев, в принципе, достаточно много было. Я могу просто резко отрезать и объяснить человеку, куда идти, но это не мой стиль, поэтому давайте просто вот рассудим логически. Все, что касается нашего внешнего вида, это все очень субъективно. И если вы сейчас начнете мне говорить, что это вообще не наша культура, и мы это заимствовали у каких-то племен, там, где это отображало какие-то их достижения и так далее. Я вам могу сказать на это одно. Серьги в ушах, это тоже совершенно не наша культура, и тоже было заимствовано оттуда же, грубо говоря. Но, тем не менее, это уже настолько принято в нашем обществе, что вряд ли вы ходите и каждому встречному говорите, о, а зачем ты себя изуродовала сережками, о, а зачем ты себя изуродовала пирсингом, о, а зачем ты пробила себе то-то-то. И сейчас детям чуть ли не с грудного возраста прокалывают уши, и это считается вроде как все нормально. Что касается татуировки, то здесь абсолютно точно так же. Да, вам это может не нравиться, и вы себе бы никогда в жизни такое не сделали, это все понятно, я ничего против этого не имею, я ни в коем случае не пропагандирую нанесение татуировки. Многие также в пример приводят, что если у тебя татуировка, ты никогда не устроишься на хорошую работу, или ты сразу тебе там ставишь какое-то клеймо, это все тоже бред. Потому что если ты работаешь на какой-то там серьезной, даже корпоративной работе, с очень серьезным дресс-кодом, ты можешь сделать татуировку, которая просто в закрытом каком-то месте. Пусть это будет на ребре, или на бедре, или на заднице, я не знаю. Но тем не менее, опять-таки, если ты захочешь ее сделать, ты ее сделаешь. Очень много корпоративных служащих, которые имеют татуировку, при этом все как бы нормально. Не обязательно ее лепить на лоб, на шею, на кисти, там, где это очевидно. То есть здесь опять-таки все сводится к тому, хочешь ты или не хочешь просто. А что касается того, что не найдешь работу, ну, естественно, если ты сам по себе как специалист ничего из себя не представляешь, и таких как ты миллион, то ты как с татуировкой, так и без татуировки работу можешь не найти. И весь этот просто глобальный спор по поводу того, красиво это или уродливо, сводится тупо к тому, нравится это или не нравится. И в этом случае я считаю, что очень хорошо применимо правило, что если ты не можешь сказать ничего хорошего, лучше не говори вообще ничего. Я делала татуировку только на предплечье, то есть я могу судить только об этой зоне. И здесь я, наверное, могу сказать следующее. Если вашу татуировку можно сделать за один сеанс, тогда это вообще не больно. Но чем более объемная у вас работа, тем, наверное, для меня было больнее и больнее. И даже не больнее и больнее, а скорее мучительнее и мучительнее. Потому что особенно, когда хочется побыстрее уже увидеть конечный результат, сеансы достаточно близко друг к другу планируются. Ну, естественно, кожа должна зажить, то есть там 2-3 недели промежутка все равно как ни крути, но будет. Но тем не менее, даже когда проходят эти 3 недели, все равно кожа как будто еще намученная что ли. И когда ты приходишь на следующий сеанс, он гораздо более болезненный, чем самый первый. Для меня самое тяжелое в плане нанесения татуировки, это, наверное, процесс восстановления. Сразу после сеанса, причем каждый раз, у меня было такое чувство, как будто у меня полностью высасывают силы. И болит вот как ожог, наверное. Вот я бы так, скорее всего, описала бы это. На второй день все эти ощущения полностью проходили, она переставала болеть. Но здесь другая проблема, наступает процесс восстановления. И это, в первую очередь, приносит массу неудобств. Из-за того, что ты постоянно руку заматываешь, тебе постоянно ее нужно мыть, мазать, за ней следить. Нельзя не купаться. А я делала летом, соответственно, весь купальный сезон я полностью пропустила. Короче говоря, это просто неудобства, с которыми приходится считаться. Вообще, по своему опыту, я смотрю, что у тех людей, у кого есть хотя бы одна татуировка, если она уже начинает приедаться, ну не то, чтобы надоедать, а именно приедаться, они делают следующую. Я не знаю, буду ли я делать еще татуировки. Вполне возможно. В ближайшее время я такого не планирую, потому что у меня нет какой-то четкой идеи, что бы я хотела воплотить. Потому что вот эта идея гуляла у меня в голове где-то последние лет 5, наверное. И я пыталась сама для себя осознать, готова ли я с этим рисунком и с этой идеей проходить всю свою жизнь. И когда ответ на вопрос был «да», то тогда, собственно, я и начала искать мастера. Если же вы сделали какую-то татуировку по глупости, и она вам разонравилась, или она для вас не актуальна, ну тогда лазер как бы никто не отменял, можно и вывести. Тем более, что вот эти все страшилки о том, что остаются жуткие шрамы, которые потом еще хуже выглядят, чем татуировка, уже те времена прошли, сейчас лазеры без шрамов выводят татуировки. Я не знаю, что будет в будущем. Возможно, она мне надоест, возможно, она мне не надоест. Этого никто не знает. Но, тем не менее, всегда по жизни, если я что-то хотела, я всегда это делала. И чужое мнение никогда не влияло на мои решения. Со всеми самыми важными событиями в своей жизни я была очень упертым человеком. Недаром говорят, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Потому что, если ты не сделаешь, ты все время будешь кого-то винить. А вот если бы этот меня не отговорил, а если бы он мне не помешал, я бы уже давным-давно воплотила свою мечту. Даже если вы пожалеете, вы будете знать, что виноваты в этом только вы, а не кто-то другой, на кого вот так вот можно тыкнуть пальцем и переложить всю вину. В первую очередь, я бы вам рекомендовала выучить все стили татуировки и определиться, какой стиль вам больше всего нравится. И когда вы определитесь со стилем, в этом стиле нужно искать мастера. И искать как? Ну, по каким-то соцсетям, смотреть портфолио. Обязательно смотреть портфолио. И идти стоит к тому мастеру работы, которого вам действительно очень нравится. То есть вы листаете ленту, и вы понимаете, что это круто, и это круто, и это классно, и это вообще супер просто. Тогда это ваш мастер. Скорее всего, вы тоже получите и то качество, которое вы видите там в инстаграме, и вот эту стилистику, которая вам так понравилась. Что касается лично меня, и почему я выбрала именно того мастера, к которому я пошла, ну, наверное, потому что, во-первых, опять-таки, портфолио понравилось, во-вторых, когда я пришла на консультацию, мне как-то было легко и спокойно, то есть какое-то сразу возникло доверие, и мне очень понравилось, что действительно человек слушает, что я хочу, и если я тыкаю пальцем и говорю, вот этот вот момент, вот здесь вот эта линия, вот мне немножко вот ее на 2 мм влево, он относится к этому абсолютно нормально, и он абсолютно каждое мое желание учитывал, и не создавалось такое ощущение, что он уже вот побыстрее бы от меня отделаться, скажем так. Единственный момент, с которым я столкнулась, и в основном из-за того, что у меня забито, ну, грубо говоря, 100% площади предплечья, это то, что на вот таком вот пестром рисунке не видно, что происходит с кожей, то есть может возникнуть какое-то заболевание, не знаю, воспаление, и вообще я понимаю, что я могу в будущем столкнуться с таким моментом, как, например, поход к доктору, если нужно будет там делать какой-то, я не знаю, соскоб, или может быть где-то резать, или что-то еще делать, то, естественно, я по этому поводу не буду счастлива, и вообще диагностика поверхности кожи вот с таким вот рисунком, мне кажется, становится немножко более проблематичной. И это абсолютно нормально, потому что я, как владелец татуировки, мне тоже далеко не все татуировки нравятся, когда я их вижу и в реальности, и где-то в интернете, но это далеко не значит, что я должна включать какой-то словесный понос, и каждому встречному рассказывать свое мнение о его татуировке. Это абсолютно бесполезно. Помимо того, что вы обидите человека, вы ничего не добьетесь, я такие комментарии предпочитаю игнорировать, просто они абсолютно меня не затрагивают, потому что я понимаю, что самый главный человек, кому должна нравиться моя татуировка, это я сама. И напоследок я хочу дать несколько советов новичкам, если вас интересует мое мнение, я знаю, что есть среди моих подписчиков и, возможно, проходящих зрителей, люди, которые только хотят сделать татуировку. И вот две вещи мне бы хотелось отметить. Первое, это ни в коем случае не делайте татуировку, как у кого-то. Будь то какая-то знаменитость, или ваша подруга, или где-то вы там увидели, вам понравилось. Вот не делайте просто этого, потому что сейчас мастера действительно создают шедевры, скажем так, и можно перенести на свое тело как что-то очень символическое и с глубоким для вас смыслом, чтобы будете понимать только вы, к примеру, так и просто что-то эстетически красивое. И таких работ действительно достаточно много, особенно когда находишь каких-то очень крутых мастеров и начинаешь листать ленту, понимаешь, что там такие просто воплощаются идеи, которые ты бы сам никогда в жизни даже не придумал. Поэтому заведомо не нужно ставить себя на путь провала. И даже если вы хотите что-то такое, что часто можно увидеть на татуировках, ну я имею в виду, например, татуировку медведя, или татуировку волка, или татуировку тигра, эта символика, в принципе, уже достаточно заезженная, но тем не менее хороший мастер может это так обыграть, что это абсолютно не будет похоже на тысячи или десятки тысяч таких же аналогичных татуировок с тиграми и с волками. И я не хочу сейчас сильно затягивать вот эту секцию с советами, потому что наверняка, если вы интересуетесь татуировками, вы уже видели 10 тысяч видео на ютюбе, там где все очень детально рассказывают. Я хочу затронуть последний момент, который я не встречала в этих видео, хотя я тоже пересмотрела абсолютно все перед тем, как делать свою татуировку. И это волосы на нашем теле. Есть такие места, которые абсолютно не покрыты волосами, как, например, там, я не знаю, ребра, или внутренняя часть бедра, да, ну, к примеру, такие какие-то места. А есть же места с обильной растительностью, как, например, те же руки, да. И если у меня, например, на руках растут очень такие тонкие и прозрачные волосы, то если бы, к примеру, такую татуировку делал мой муж, он бы столкнулся с проблемой того, что его волосы закрыли бы просто большую часть этой татуировки. Поэтому, если вы планируете сделать татуировку на каком-то месте, где у вас очень обильная растительность, и такая густая черная, то, возможно, предварительно стоит подготовиться и сходить на фотоэпиляцию или лазерную эпиляцию, вывести эти волосы, потому что они потом будут портить общий эффект от татуировки. Это 100%. И очень многие люди потом всю жизнь заморачиваются и бреют это место для того, чтобы открывать татуировку, и чтобы она выглядела ярко, а не блекла, как под покрывала. Поэтому задумайтесь над этим вопросом обязательно, еще до того, как будет поздно, потому что после того, как вы сделаете татуировку, вы не сможете вывести волосы, потому что уже будет в теле пигмент, и из-за этого пигмента вам просто запретят делать лазерную эпиляцию или фотоэпиляцию, потому что этого делать уже нельзя. Поэтому, если есть какой-то такой момент, возможно, вам стоит подготовиться заранее. Ну что ж, у меня, в принципе, все. Отдельное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я знаю, что это видео совершенно нетипично для моего канала. Ну и, конечно же, это видео создано для тех, кто интересовался этой темой, кто поддерживал меня на протяжении всех этих месяцев, пока я ее делала. Вам за это огромный палец вверх и спасибо. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, но хотели бы это сделать, вы можете это сделать, нажав на вот эту круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube вам сейчас предлагает другие мои видео. Они совершенно не на тему татуировок, но, возможно, тоже будут для вас интересными. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней. Пока! Продолжение следует...